Мы продолжаем с вами «Идхот чуга» — «Эрамбама» — это законы о возвращении и раскаянии. Я всегда повторяю, что для нас здесь самое важное — понимать, что чуга — это возвращение на прямой путь. После того, как произошло отклонение от этого пути по какой-то причине, то есть мы говорим с вами, это существенно важно, о том, как мы исправляем те ошибки, которые были допущены. Ошибки умышленные, ошибки неумышленные. В русском языке в слове «ошибка» разумеется, есть вот этот фактор неумышленности и непредвиденности. Остановились мы в конце третьей главы. Это очень важный момент, на который нужно еще раз обратить внимание. Перед вами будет сейчас экран, и вы увидите, что там выделена вот эта очень важная фраза. Нет ничего, что сделало бы невозможным раскаяния, исправления. Помните, мы говорили с вами о том, что есть 24 категории людей, которые представляют собой исключение из правила. У всех, принадлежащих нашему народу, есть доля для мира грядущего. Только что мы с вами на прошлой неделе мы закончили перечисление вот тех исключений из правила. Люди, которые своей жизнью лишили себя мира грядущего. В качестве итога существенно важно здесь обратить внимание на то, мы сейчас увидим немножко уточнение, расшифровку. Рамбам настаивает на том, и это очень важно в его учении, что ничто практически не может помешать раскаянию. Ничто не может остановить человека, который хочет исправить то, что было им ошибочно совершено. Продолжает. Даже если человек всю свою жизнь жил так, не только заявлял, но... И жил согласно своим каким-то заблуждениям. Человек всю свою жизнь отрицал первую основу. Видели с вами, кто относится к этой... И так человек всю свою жизнь поступал определенным образом. Но в конце шав совершил раскаяние, решил исправить все. У такого есть доля для мира грядущего. Интересно, на какой стих Рамбам обращает наше внимание. Это цитата из пророка Иешаяру. Где сказано, мир, мир, далекому и близкому. Причем вы видите, вот этот далекий человек, который отдалился, но приблизился, далекий стоит на первом месте. Мир, мир, далекому и близкому. Вот это исцеление, мы будем об этом сейчас говорить, для того, чтобы исправить содеянное. Человек нуждается в помощи свыше. Эта помощь называется исцелением. Ну и все понятие вот того явления, о котором мы сейчас говорим, которое называется чувак, это исцеление. Это исцеление души. Это исцеление человека во всех отношениях, при котором мы очень нуждаемся в помощи свыше. Все грешники, все преступники, все преступники. И тому подобное, которые раскаялись. То есть нет ничего, что может остановить человека, который хочет на самом деле исправить, хочет раскаяться. Но перечисляются, как вы видите. Это тяжелейшие грехи, о которых мы еще будем говорить. Это нечестивые, это преступники, это более того, мумалым. Люди, которые для себя, может быть, на протяжении многих лет, перечеркивают все, что связывает нас с Торой и Всевышним. Если такие совершают раскаяние, открыто или бематмоньиот, тайно. Что значит тайно? Человек, который всю свою жизнь прожил определенным образом, который лишает его мира грядущего. Ему открыто во всеуслышание заявить о том, что он пересмотрел свои позиции и меняет свой образ жизни достаточно трудно. Ну, кроме того, вот этот процесс раскаяния, в таких случаях, в нем есть много этапов. Может быть, человек еще не успел совершить что-то открыто. В этом подчеркивается, когда такие люди совершают раскаяние открыто или тайно, то есть это считается чува, это считается раскаянием. Ссылка на пророка Ирмияу, Ченеемау. Шувубаним шововым. Что это значит? Ну, вы видите на самом деле, что влашув и шував тот же самый корень. В священном языке, в еврите, достаточно часто встречается такое явление. Один и тот же корень имеет два противоположных значения. Шував – это отступник. Ла-шув – это возвращаться от своего заблуждения, от своего отступничества. И пророк Ирмияу от имени Всевышнего призывает шувубаним шувавым. Возвратитесь, сыны отступные. Объясняет Рамбан. Так завершается третья-третья глава. Несмотря на то, что человек все еще является отступником в глазах окружающих. Почему? Потому что он раскаялся втайне, а не открыто. То есть люди считают, что никаких перемен в нем не происходит. Он ни о чем таком не заявлял. Поэтому считают, что он по-прежнему является отступником. Принимают его раскаяние, разумеется, в высотах. Мы должны, без всякого сомнения, допускать, что человек в последний момент своей жизни пересмотрел свои позиции и раскаялся. Мы об этом знать не будем. Всевышний об этом знает. То, на чем настаивает Рамбан, нет отпетых преступников. Нет человека, который при желании и при готовности приложить максимум усилий, не может раскаяться в том, что было им совершено даже на протяжении всей его жизни. Начинается четвертая глава. Вот она, сразу вы видите, вы видите продолжение. Только что мы сказали, что все зависит от человека. Что нет ничего, что не позволило бы ему исправить, исправить содеянное. А теперь мы увидим в четвертой главе. Рамбан объясняет, что мешает, что является преградой. И в редчайших случаях эта преграда бывает непреодолимой. Вот он как начинает. 24 каких-то фактора, 24 вещи. Мы аквим это чува. Что такое мы аквим? Это то, что затрудняет, это то, что задерживает, это то, что мешает раскаянию. Давайте посмотрим, как он перечисляет эти факторы. Ахбаа мием, а вон гадоль. Из этих 24 факторов, 4 представляют собой тяжкий грех. В общем, важная формулировка. Что значит? Эн маспик беяду. Всевышний не помогает. Мы уже упоминали о том, что для того, чтобы исправить, преодолеть все те препятствия, которые возникают на пути человека, который решает исправить свои ошибки, мы нуждаемся, очень нуждаемся в помощи свыше. Вот есть 4 греха, которые человека лишают помощи свыше, и тогда, когда он хотел бы исправить. Что относится к этим 4 грехам? ВООН. ВООН. Хамахати этараббим. Убихלל авон זה. Хамакэв этараббим милаласот митва. На первом месте, среди тихчайших грехов, стоит вот что, человек вводит в грех многих. К этому же относится МЕАКЕВЭТАЛАБИМИАСОТ МИЦВАМ. Человек, который мешает многим исполнить заповедь. Видите, это две стороны. Первое, человек вводит многих в грех, то есть нарушение запретительной заповеди, или препятствует, мешает, отвлекает, не дает многим заповедь исполнить. Мы сталкиваемся в нашей жизни, у меня всякого сомнения, именно с двумя вот этими самыми тяжкими грехами. когда человек сам совершает грех. Мы уже упоминали об этом. И решает раскаяться. Будет трудно ему, но помощь свыше у него будет. В зависимости от искренности его намерений, в зависимости от тех усилий, которые он прилагает. Но вот тогда, когда человек толкает на грех многих, или мешает многим исполнить предписывающую заповедь, он не может потом переубедить вот этих многих в том, что он ошибался, в том, что то, что он совершил, это тяжкое преступление. То есть толкнуть на грех несравненно легче, чем потом вот этих многих, о существовании которых, чьего подстрекатель может не знать, каким-то образом на них повлиять позитивно. Бет, здесь второй подвид этих четырех тяжких грехов. Легамате от хавиро мидерых тували раа кегон месит у мадьях. Тут речь идет об одном человеке. Видите, тут выстроена такая иерархия. Человек, который уводит своего товарища с доброго пути на дурной путь. Например, месит у мадьях. Это подстрекательство может быть разным. То есть разница между тем, о чем мы только что с вами говорили, а именно вводит в грех многих. Здесь речь идет об одном отдельно взятом взятом человеке. Как можно толкнуть на грех многих или как можно увести с доброго пути одного человека? Иногда это убеждение. Иногда это насмешка. Иногда это пример личный. Иногда как мы понимаем в какие-то способы, когда человек пользуется тяжелым положением, тяжелым положением общества, тяжелым положением одного человека. Ему удается привнести то, что называется сомнение. как или может быть иначе, может быть мы обязательно обойтись, зачем стараться. Не случайно подчеркивают, что числовое значение в слове и числовое значение в слове совпадают. Когда человек совершает четыре греха, он лишает себя помощи свыше. я успела перечислить, но я не знаю, что услышали. Это человек, который вводит в грех других, даже сам не совершая этот грех, или мешает другим исполнять заповеди. второе. Это когда человек кого-то, одного своего товарища уводит с доброго пути на дурной путь. Подчеркивает здесь рамбам кигон насыту мадиях. Это подстрекатель. Я говорила о том, что подстрекатель может человек, который называется человек, который убеждает или который насмехается, который в виде шутки свое вот это подстрекательство предлагает. Третье. Аруэб ноюцелитар бутраа. Ве эйноми махэбэ ядо. Человек, который видит, что его сын сын или дочь это одно и то же, что его дети сбиваются с пути. и не пытаются их остановить, не пытаются возражать против этого. Но подчеркивает здесь рамбан. Го иль у в ноб ил шуто. Иль у михабо айапоэш. Ве немца кемахаты. Это в том случае, когда сын, ребенок во власти отца. Когда есть еще возможность объяснить, переубедить, повлиять, но человек по какой-то причине не делает этого. рамбан. Говорит нам рамбан, если бы он возражал, если бы он старался выразить свое негативное отношение к этому, может быть, можно было бы остановить этого ребенка. в таком случае немца кемахатыо. В таком случае отец, родители приравниваются к тому, кто вводит в грех. То есть вы видите, с чего мы начинали здесь. Тот, кто вводит в грех многих, пользуясь своими полномочиями, властью, силой, способностью убедить или вводит в грех одного человека разными способами. Третье, вот эта категория, она необычная. Когда у человека есть возможность повлиять на своего ребенка, но по какой-то причине он этого не делает. Причем причины могут быть достаточно убедительными, это как бы тем самым он вводит его в грех. Убекלל авон זה. Коль ше אפшар би ядо лимахот бе ахэрим бэн яхид бэн рабим вэло миха эла я михам бэхиш лонам. Сначала я переведу. Потом нужно вспомнить то, то, что мы занимались с вами на прошлой неделе. К этой третьей категории относится человек, который может заявить о своем несогласии, может протестовать, может пытаться удерживать будь то одного человека, будь то многих, но он не возражает и оставляет людей в их заблуждении. очень важный момент. Помните, на прошлой неделе был задан вначале очень важный вопрос. Когда мы говорим о чуваках, когда мы говорим об исправлении, что мы делаем? Мы исправляем других или исправляем себя, на чем я настаивала, для того, чтобы впоследствии подойти именно к той Аллахе, которой мы сейчас занимаемся, правда, с перебоями. Техническими, разумеется. Есть правило. Мы делаем замечания только тогда, когда мы надеемся на то, что мы будем услышать. Делать замечания человеку, для того, чтобы вызвать его сопротивление, явно не рекомендуется. А вот решать, насколько я могу, насколько я сумею убедить, насколько я сумею остановить кого-то, это очень оценка это очень индивидуально является. Давайте вспомним несколько примеров всем известных. у первосвященника Эли с Кинеевшего есть два сына. Эли стар, на старости лету на слеп и уже не может выполнять свои обязанности первосвященника. Два его сына при жизни отца. Якобы эти обязанности первосвященника берут на себя, а на самом деле занимаются тем, что отталкивает людей от скинии, занимаются тем, что причиняет большой, большой ущерб всему народу. подчеркивается там начало книги властью, тогда, когда можно было на сыновей повлиять. Мы увидим в Танахе достаточно много примеров. В частности, вы, разумеется, помните, что о царе Давиде сказано, что он не упрекал своего сына Абшалома, который поднял бунт против Давида, не упрекал своего сына раньше Амнона, который совершил другой грех, в конце своих дней не упрекал своего сына Адамьяу. Есть к тому серьезные причины. Здесь Рамбан все-таки подчеркивает, это очень-очень важная вещь. Когда родители могут повлиять на своего ребенка, малолетнего, или на ребенка постарше, с которым у них все-таки есть общий язык, но они по какой-то причине от этих попыток отказываются говорить нам Рамбан, это приравнивается к тому, что ребенка вводят в грех и добавляют он, как вы видите, что и тогда, когда мы можем повлиять на других людей, словом, примером, просьбой, объяснением и надеемся на то, что это может помочь, но по какой-то причине отказываемся, ну, зачем на самом деле, ну, получится, не получится, себе же во вред, себе же хуже, Рамбан предупреждает, нужно очень внимательно к этому относиться, если можно попробовать остановить, если можно попробовать убедить от этой попытки отказываться, отказываться нельзя, нельзя оставлять человека в его падении, если есть надежда на то, что мы можем его поддержать, далее, четвертая разновидность, это то, что уже касается самого человека. Тут нужно понять, почему им это тоже является тяжким грехом. Когда человек говорит себе, или, может быть, озвучивает и для других, я буду грешить, но потом я раскаюсь, или, я буду грешить, но Ёмки пур прощает. Это когда человек считает, что обойдется. Сейчас можно грешить, но потом как-нибудь на старости лет, может сумеем что-то исправить. Цитата из Медраша, мудрецы говорят, такому не дают раскаяться. В каком смысле не дают, нет помощи свежим. В чем тут грех состоит? когда человек не понимает, какой вред он себе причиняет, когда он грешит. Когда человек не понимает, что на самом деле обстоятельства могут сложиться так, что и тогда, когда он пожелает что-то исправить, возможности не будет. будут другие условия, будут другие ситуации. Не надеяться на то, что мне еще удастся исправить, есть впереди много времени, кто знает, сколько этого времени у нас есть, или же рассчитывать на емкий пух. Будет особый такой день, все раскаиваются, я среди всех, особое настроение на это рассчитывать тоже не приходится. Следующая Аллаха, хотя бы начнем ее. Умегем. Хамишат двагим гано алим дархей гатчува бифней осегем. Если мы говорили в первой Аллахе, что мешает, что затрудняет, что препятствует, что лишает человека помощи свыше, то вторая Аллаха говорит о том, как человек ставит на своем пути препятствия, как он сам преграждает себе путь. Попробуем обратить внимание хотя бы на несколько подвидов здесь. А повеш мина цибу в самом деле тут очень нужно обратить внимание на какие-то детали, на какие-то тонкости, потому что, как вы увидите, это имеет прямое отношение к нам, как впрочем, и первая Аллаха. Но вот тут вы заметите наверняка, насколько это важно. Итак, алиф. апораш мина цибу лефи ше бизман ше я асу чува но и и и махем в и но зохе и махем без худше осым. Как человек лишает себя возможности раскаиваться? Он не считает себя частью этого общества. как вы помните это один из очень очень серьезных грехов. Человек устраняется от общества и тогда когда общество совершает чува. Как вы помните когда это происходит вот в таком общем порыве. Не нужно дожидаться как будто бы благоприятных условий. Скажем месяц Элули или между Роша-Шана и Йом-Кипур Роша-Шана и Йом-Кипур сами по себе любое время. Но человек который от общества устраняется он не сможет участвовать вот в этом едином каком-то порыве и не находясь внутри общества человек не может не будет у него тех заслуг которые есть у общества в целом и у каждого человека который в этом обществе принадлежит. Второе Это уже очень важный момент. Человек который не принимает мнение мудрецов который оспаривает мнение мудрецов сам не обладая теми знаниями и теми душевными качествами и теми полномочиями которые есть у мудрецов человек оспаривает их мнение мудрецов какой вред он причиняет себе вот это неприятие вот это отталкивание человек отдаляется от мудрецов и в результате он не может знать как именно исправить то что требует исправления даже если он уже хочет что-то что-то исправить очень коротко может быть еще третий момент а потом мы оставим это на следующий раз что киван шенитбазу бээйнав эйно родэв ахавэгем вэло осан им ло яасэ бэмэйзгэ человек который насмехается над заповедями видит в этом что-то неисполнимое видит в этом что-то как это называется сейчас непрогрессивное примитивное вот это насмешка на самом деле это насмешка над самим собой но коль скоро в его представлении заповеди лишаются их смысла он позорит эти заповеди что в таком случае если человек пренебрегает он не будет стремиться их исполнить разумеется удивительный вопрос в конце у урамбама если же человек не исполняет заповеди в чем же будет его заслуга заслуга для чего не только в том смысле что действительно мы говорили об этом у каждого человека есть добрые дела есть ошибки есть преступления заслуга она на самом деле и в том чтобы заслужить помощь свыше чтобы когда мы хотим что-то исправить и чего-то добиться чтобы у нас была эта поддержка в самом общем смысле я хотела бы вам только напомнить и замечательное высказывание мудреца из последних из последних поколений который говорит о том что когда человек добивается успеха то его участие в этом успехе от 5 до 10 процентов а остальные 90 или 95 процентов это помощь свыше то есть от нас требуется желание усилие старание но без помощи свыше практически вряд ли мы добьемся успеха тем более в том о чем мы говорим сейчас а именно когда мы хотим что-то исправить я попробую сейчас посмотреть вопросы которые здесь есть пожалуйста давайте попробуем что-то что-то я пока вижу думаю родителям очень трудно зачастую и болезненно видеть результат воспитания это приводит к печали и ступору и нерешительности неуверенности как не навредить еще больше словами вы совершенно правы об этом нужно думать нужно думать о том как делать замечания в какой момент решиться на это какими словами выразить тот упрек или то замечание или ту подсказку есть очень много много конкретных рекомендаций на этот счет ничего не делать под горячую руку ничего не делать при людях для того чтобы не позорить ребенка найти такое время и такие обстоятельства и такое место где можно надеяться на то что тебя на то что тебя услышат по меньшей мере ребенок должен знать что родители его каким-то поступком его каким-то поведением недовольны это не всегда выражается словами это не всегда влечет за собой наказание но ребенок должен знать с одной стороны что доброе в нем родители поддерживают ошибки и плохое в нем родители не принимают потому что знают что ребенок способен на лучшее на доброе как это делать это великое великое искусство хочу вам напомнить еще о том о чем Рамбам говорит здесь же вот в этой первой Аллахи нам должно быть не безразлично не только то что делают наши дети но и то что делают окружающие единственное где рекомендуется молчать по отношению к окружающим это тогда когда мы знаем что замечание вызовет только усугубление греха я к сожалению может быть еще тут наверняка есть минутку нет я вижу только этот этот вопрос хотя я видела что вопросов всего 9 Тиферет если вы можете прочитать мне пожалуйста у нас еще есть 5 минут я бы хотела ответить еще на вопрос я видела только здесь было много слов поддержки когда мы вышли из эфира и все ждали и поэтому сейчас еще есть поднятые руки давайте дадим слово участникам сказать или спросить а я просмотрю пожалуйста пожалуйста я пока не слышно пока не слышно здесь был вопрос о Виталий но ведь у царя Давида все хорошо было с будущим миром с будущим миром замечательно но вспомните пожалуйста эти трагедии Давида очень очень непросто говорить об ошибках Давида о которых сказано в книге Шмуэля прямым текстом не упрекал не укорял когда вероятно можно ну можно еще было выразить выразить свое несогласие мы говорили об этом на других уроках что царь Давид ему передано пророчество что беда выйдет из его дома вот в этом поведении детей будто в шалом будто Адоньягу Давид видел наказание себе это то что его останавливало останавливало на разных этапах Давид прошел через невероятные страдания невероятные испытания к сожалению как мы знаем детям Давида было тоже достаточно достаточно трудно если вы видите Тиферет еще какой-то вопрос пожалуйста прочитайте Марина уточнение желает если что Мадьях тот кто подстрекает к белопоклонству жителей города месит одного человека так или нет это не совсем так это верно есть понятие ирнидахат это то что мы будем разбирать в хотово дазера месит умедиях на самом деле и подстрекательство в двух вот этих видах хадаха это как будто бы толкать на определенный на определенный шаг на определенное преступление но в принципе и то и другое может быть обращено к отдельному человеку может быть обращено к многим есть там действительно различия это верно но то что ирнидахат это не означает что только в этом случае мы употребляем этот глагол и это понятие намного намного шире необыча